Конфликт интересов Конфликт интересов, он прямо федеральным законом против действия коррупции, прописан, что это такое, что нужно делать. То есть у каждого из нас есть определенная личная заинтересованность. У нас есть супруги, у нас есть близкие родственники, у нас есть близкие знакомые, с которыми мы очень хорошо общаемся. У каждого из этих людей есть какие-то свои коммерческие финансовые интересы. Супруга работает в конкретной организации. Я пошел на проверку в эту организацию, результаты проверки отразятся на моей супруге, допустим. Предусмотрен механизм, я не имею права проверку такую проводить, а должен письменно уведомить своего руководителя, представителя нанимателя о том, что у меня есть личная заинтересованность в совершении этих действий. Если этого не сделал, проверку провел, выявил какие-то нарушения, их укрыл, это конфликт интересов. Я принял как руководитель на работу свою супругу, это еще не конфликт, это вот появляется личная заинтересованность. Но я начал ей выписывать премии в завышенном размере по сравнению с другими работниками. Я установил ей завышенные надбавки, закрываю глаза на то, что человек не находится на работе, а платит ей заработную плату. Это конфликт интересов. Особенно это характерно не для даже органов власти, а для учреждений, потому что у руководителя учреждений нет запрета на осуществление совместной деятельности со своими супругами. Просто законом не предусмотрено. А запрет на совершение действий, связанных с конфликтом интерес есть. Я как заказчик, ну вот у нас факты выявляясь, например, глава администрации сельской, заключаю договоры с фирмой своего брата. Я отдаю ему подряды, вроде мелкие, не мелкие, но за год набирается достаточно хорошая сумма, исчисляемая миллионами. Он все выигрывает, все выполняет, я подписываю акты выполненных работ. Как уж там выполнено вопрос второй, но при этом этот конфликт был. То есть я отдал бюджетные деньги своему родственнику, по сути. Вот это конфликт интересов. Эти действия запрещены за состоявшийся конфликт интересов, в принципе, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. У нас были факты, мы выезжали по жалобе, допустим, ну, пришло анонимное обращение, мы съездили, проверили. Глава администрации принял к себе в администрацию трех родственников. То есть он, кроме одной должности, все остальные должности были заняты родственниками, вплоть до водителей и всего остального. Все по максимуму всем начислил, там, то есть все под родственниками, под одним. То есть родную сестру, ее супруга, племянницу, всех затолкал в администрацию, закончил тем, что сейчас там ни одного родственника не работает. Ну, просто их всех уволили. Вот, казалось бы, и нам объяснение было именно такое. Ну как, я куда должен устроиться их? А ты вообще никуда их не должен устроить. Ты не должен пользоваться своим должным положением в угоду своим родственникам. Тебе вообще-то, как бы, предоставили определенную полномочия, за это платят заработные платы. У тебя, естественно, с назначением должности главы, есть определенные ограничения. Если не можешь их соблюдать, то, соответственно, ты не должен занимать эту должность.